Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны. Таким девизом по жизни идут российские профсоюзы. В этом году они отмечают свое 110-летие. Профессиональные союзы Чувашии чуть моложе. Им 95. В Чуваш РЕССОФПРОФ входят 17 отраслевых профсоюзов и 8 первичных организаций, которые объединяют 124 тысячи человек. Их основная задача – поддерживать социальное партнерство. Для этого в республике создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений между государством, работодателями и работниками. В этом году, к примеру, было принято несколько ключевых решений в пользу работающего населения. В республике было принято наше совместное с объединением работодателей предложение о подписании соглашения о минимальной заработной плате в Чувашской республике равное прожиточному минимуму трудоспособного населения для внебюджетного сектора. И 18 июня, как вы знаете, это соглашение было подписано. Несмотря на тяжелую ситуацию с наполнением бюджета республики, было принято решение о снижении требований к стажу, необходимому для присвоения звания ветеран туда Чувашской республики на 2,5 года, с 1 июня текущего года. Совместную эффективную работу профсоюзов и органов власти республики отметили на российском уровне. Временно исполняющему обязанности главы Чувашей Михаилу Игнатьеву вручили нагрудный знак ФНПР за содружество. Мы много встреч проводим в течение года, подводя итоги социально-экономического развития, ставим задачу на перспективу, принимаем разные программы. И вы, на самом деле, ведя активную свою жизненную позицию, тоже участвуйте в принятии этих нормативно-правовых документов. И я благодарен вам, потому что мы, органы власти, тем самым минимизируем все эти ошибки, когда принимаем те или иные управленческие решения. Почетные грамоты и благодарственные письма отраслевых ведомств получили председатели профсоюзных организаций, многие годы отстаивающие в этом статусе социально-трудовые права граждан. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.